Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть! И в этом видео я вам покажу новый способ, как же можно сделать антистресс-сквиши. Надеюсь, что вам это видео понравится и у вас также получится сделать такой антистресс. Ну а вы также можете писать идеи для моих видео в комментариях, и я обязательно сниму для вас такое видео. На этот раз я решила сделать сквиши в виде ютуба, но вы можете сделать, например, в виде баночки молока, либо же чего-то другого, потому что я хочу делать 3D антистресс. И для начала нам всем понравится фамиран, а также еще картон. Я тут уже начертила мою заготочку ютуба, вы также можете поставить видео на паузу и это все перечертить. Вот такие вот размеры, а сейчас это все надо вырезать, потом перечертить на фамиран. Можно было сразу на фамиране это делать, но, как по мне, легче на картонке, а потом сюда это все перечертить. Я сейчас это все сделаю и покажу вам, что делать дальше. Также еще я использую самоклеющийся фамиран, но, как по мне, лучше использовать обычный. И потом делать еще на такую же заготовочку. И он у меня вот такой толщины, довольно-таки толстенький. И таким образом вы должны были это сделать. Я так приложила и обвела. А сейчас нам с ними надо соединить вот эти линии. Вот так. Так, а сейчас нам это все сами надо вырезать. И таким образом вы должны это все вырезать. Также эти квадратики я не вырезала. Это сделала такой надрезик с одной стороны, чтобы потом их можно было таким образом склеить. И сейчас нам с ними надо это все склеить, сделать такую одну заготовочку. Потом ее поместить сюда и сделать вот так. Эти все штучки маленькие мы заворачиваем сюда, чтобы было красивее. Просто если будет так, то будет смотреться не очень-то красиво. И так у вас потом должно будет получиться. Сейчас я вначале склею вот эту детальку. Потом нам с ними сюда надо будет положить, например, вату или салфановые пакетики. Потом нам ее с ними надо будет перевернуть и заклеить второй половинкой. Если же у вас обычный фоамиран, не самоклеящийся, то лучше всего его склеивать таким клеем, моментом крис-салм. Либо же двухсторонним скотчем. Но ни в коем случае не обычным скотчем, так как будет здесь все смотреться некрасиво и будет ненадежно. Поскольку у меня самоклеящийся фоамиран, я вот эту вот беленькую штучку отрезаю под этот размерчик квадратика. И склеиваю таким образом. А вот эту вот лишнюю штучку можно либо же просто обрезать под размер, либо же просто заклеить так на какой-нибудь клей, например, на такой клей момент-кристалл. Также еще можно использовать клей-пистолет. И таким же образом доделать наш с вами прямоугольник. Ну, либо же будущую кнопку ютуба. Берем вату, делаем так, чтобы было мягче. И складываем сюда. Зарезай. Вот. Теперь берем вторую половинку, переворачиваем. И заклеиваем вот таким образом. Вот так это все заклеиваем. Я уже сюда положила вату. И теперь это все таким образом заклеиваем. И у нас с вами получился такой сквиш-прямоугольник. А сейчас нам с вами надо делать самую главную часть. Это вот этот вот треугольчик, так скажем, посерединке. Для этого я беру белый файмеран. Я тут уже за кадром начертила такой треугольчик. Также у него еще должны быть такие закругленные края. И надо будет потом сюда приклеить. Даже можно с двух сторон. С этой и со второй, чтобы был двухсторонний сквиш. Я его уже врезала, а сейчас мы с вами приклеиваем где-то тут посерединке. Примерно вот так. И такая кнопочка YouTube у нас с вами получилась. Такой сквиш. Но мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Если же это так, то обязательно пишите в комментариях оценочку этому сквишу от 1 до 10. Такой двухсторонний 3D сквиш. И он потом сам восстанавливает форму. Также еще у кого кнопочка подписаться красным отсюда, обязательно нажимайте на нее, чтобы она стала серовой. Ведь мне будет очень сильно приятно. Также еще и дикие для моих видео можете писать в комментариях. Ну а с вами была я, Арина. Всем пока-пока. До новых встреч. Вы мои самые лучшие. Бай-бай.